Добрый день, друзья! Сегодня на пасеке прошел наш праздник Медовый Спас. В деревне у нас организован такой мини-праздник с детьми, с представлениями. Там баночки с медом приносили, выставляли как бы. Что-то больше такое на языческое было похоже. Но тем не менее рабочий будний продолжается, и мы вступаем с вами в период подготовки пчел, пчелосемей к зимовке. Ну я сейчас как раз так расскажу, напомню в двух словах буквально. У меня пасека увеличилась. Насколько увеличилась? Максим Березняк пишет, ждем, как там 100 плюс будет. Ребят, не будет 100 плюс по одной причине, что не все матки облетелись в отводках. Какие-то отводки пришлось сократить. Были варианты, некоторых маточек я отдал. Потому что, ну потому что, потому отдал. И поэтому, и сейчас в данный момент еще молодые матки у меня, я поэтапно выводил их. То есть те, которые не облетывались, я добавлял им маточники. Матки выходили, опять был не до облет, опять ставил. Ну и последние маточки у меня еще до конца не вышли, поэтому буду смотреть. Но те маточки, которые вышли, вы знаете, я делал августовские отводки. В первых числах, прям, ну где-то, по-моему, 1 августа я и делал. Вот, отводки делал на 4 рамочки. Где-то слетела пчела, где-то пчела осталась. Вот, где-то матки сеют. Поэтому сейчас моя работа по отводкам такая. Подкармливать их. И я готовлю сахарный сироп, так как взятка в природе уже фактически, ну маленький он, для того, чтобы маток вывести на максимальный посев. Вот, им нужно какой-то имитировать взяток. И мы с вами вспоминаем нашу весну. То, что мы делали весной, то мы делаем и поздней осенью. Хочу сказать, что стимулирующий взяток, подкормка, стимулирующая подкормка, это как максимум 1 к 1. То есть мы берем, допустим, вот я сейчас взял 7 литров воды и 9 килограмм сахара. И в переводе на процентный, значит, это получится 1 к 1. Вот, когда закармливающий взяток будет, там нужно делать 1 к 1,5, 1 к 2, для того, чтобы пчелы меньше изнашивались, для того, чтобы, а для чего это будет позже, поэтому я вам расскажу. Всем, значит, противникам сахарного сиропа, ну можно переключиться на другой канал, а тем, кому интересно, мы с вами продолжим. Ну, как я вам говорил, высыпаю последние 5 килограмм сахара. Сахар немножко-немножко подешевел. Вот, ну, после того, как я, значит, засыпал сахар, я размешиваю вода, доведенная до кипения в чайниках. Я воду кипячу в чайниках. Ни в коем случае сироп я не варю. Вот, вода, доведенная до кипения, сразу же в этот кипяток заливается, засыпается сахар, размешивается и даю ему остыть хотя бы градусов до 40, до 50. Ребята, хочу предупредить, пчелы не чувствуют высокой температуры. Если вы нальете кипяток, они будут брать кипяток. Потом вы найдете вареных пчел в ваших кормушках. Я, к сожалению, этого не знал. Вот, когда торопился прошлой осенью, несколько раз у меня такие случаи были, я сначала понять не мог, а потом, понаблюдах, я понял, что пчелы лезут прямо в кипящую, воду. Вот, сейчас у меня этот сироп немножко остынет, придет в себя, как говорится. Вот, и после этого я буду его разливать по кормушечкам и давать. Пока, 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 сироп мой оставал, я покрасил несколько кормушек, но сегодня я в них пока заливать не буду, пускай они полностью просохнут. У меня есть маленькие кормушки и самое главное, мне сейчас будем, давайте вместе будем идти по отводкам и смотреть, что в них творится. Сделал часть необходимых работ для подготовки, проведения основных работ, которые сейчас буду делать. Как у меня говорил один знакомый, что делаешь? Работу, работаю. Ну, вы знаете, я пока отдыхаю, сейчас отвечу на пару вопросиков, которые часто звучат в комментариях. Один из главных вопросов, на который отвечают многие блогеры, и все равно он звучит постоянно от начинающих пчеловодов. Как часто надо заглядывать к пчелам? Я вам отвечу откровенно и прямо. Вот, ребят, пока у вас малое количество пчелы, пока у вас мало семей, заглядывайте хоть каждый день. И пускай меня сейчас осудят опытные пчеловоды, которые скажут, ты неправильно учишь. Побороть свое желание, заглянуть туда, в гнездо, а что там, трудно победить. И лучше будет, лучше будет, если вы лишний раз заглянете. Я, вспоминая себя, особенно первый год, когда у меня было сначала 3 отводка, потом 5 семей. Я заглядывал даже не от того, что мне было интересно, я забывал провести какую-то операцию. Но со временем, когда отводков становится у вас, отводков и семей становится больше у вас, и вы понимаете, что вы в какой-то момент что-то не успеваете делать. И тогда приходит мысль, что нужно свою работу упорядочить. Но одно из первых, это выстроить улья на пасике, допустим, в один ряд, для того, чтобы идти порядно и не забывать в какой-то улье заглянуть, провести какую-то операцию, допустим, по лечению пчел, по закорму пчел и так далее. Если же у вас улья разбросаны в разных местах, то мысленно все равно вы как-то делите свою пасеку на участки и обслуживаете эту пасеку именно этими участками. И, соответственно, уже заглядывать в гнезда так часто у вас не получится. И вы будете себя ловить на мысли, что, эх, счастливые люди, которые хотели... Когда я был молодым, я смотрел почти каждый день в гнезда. Вот. Сейчас этого момента нет, поэтому я, допустим, два дня вообще не заглядывал. И, допустим, если бы у меня были сейчас зрелые семьи, которых нужно было подготовить к зиме, я бы просто-напросто сейчас, ну, провел бы лечение, потом я бы начал закармливать и все это делал бы там, ну, раз в пять дней. Вот. Тогда получается цикл осмотра как пять дней. Ну, допустим, у вас пасека 100 семей, вам по силам осмотреть, допустим, 30-35 ульев, да? Вот. Вы просматриваете три дня 100 семей своих подряд, работаете, проводите какую-то работу. Вот. У вас есть 2-3 дня для того, чтобы отдохнуть, до начала следующего цикла работ, которые вы будете проводить, повторные работы, допустим, по лечению, да? Поэтому как-то вот, как-то вот так на этот вопрос я отвечу. Ну, и второй вопрос. Я хочу сказать, что в августе, август, он нам напоминает, пчеловодам, да, раннюю весну. Это первое. Мы тут готовим семьи к зиме, а там мы их готовим к взятку. Вот. Начинаем усиливать. Поэтому здесь точно так же стимулирующая подкормка, для того, чтобы маточки еще сеяли, потому что именно, запомните, именно та пчела, которая родится в конце августа, в начале сентября, будет наиболее благополучной пчелой, которая приведет ваши семьи до весны. Да, будет пчела поздняя, будет пчела октябрьская. Вот. Я не против, я не против поздних расплодов, я держу расплод до конца. Самое главное, нужно понимать, что пчела, молодая пчела, должна облететься перед зимовкой, перед тем, как она уже сядет и до весны не выйдет. Вот. Поэтому, после ее рождения, на третий, пятый день, она делает свой маленький первоочистительный облет. Вот. Этот облет, если она успевает делать, то она у вас перезимует. Если же она родилась и молодой ушла в зиму, то первая пчела, которая опоносится, это будет именно вот эта молодая пчела. И когда мне говорят о том, что Серега, первый раз облет пчелы проходит на 14-й день, жизни. Ребят, нет. Будучи еще личинкой, она питается, ее кишечник наполняется, вот, и ей нужно куда-то порожниться, понимаете. А это происходит на третий, пятый день жизни пчелы. Она летает перед литком, верхним, как правило, вот, и делает очистительный небольшой облет и обратно заходит для работы в улей. Ну, все, я начинаю работать, немножко отдохнул, поговорю с вами и за работу. Ну, начинаю, я с первого своего отводка. Что мы здесь видим? Мы видим, что на всех рамочках есть пчела, вот, на крайней, где, по сей видимости, медовую ее не так много, кормушка, соответственно, пуста. Ну, давайте взглянем, как работает матка. Здесь у меня красный кардаван. Предпоследняя рамочка заливается медом, снизу есть достаточно нормально еще пока сушь. Один из главных недостатков отсутствия суши это вот такая вот картина. Вот маточка, да, мы видим с вами, где-то вот она, да, смеченная. Пчелки строят, но не хватает взятка. Вот они так вот достроили. Здесь она, конечно, сеет. Мы видим яйцо, печатный расплод на двух крайних рамках, но до низу они не могут опуститься, но пока еще и не хватает пчелы кормить. Ну, в этом отводке я, значит, матку семья теряла, она не вернула с облета, я здесь выводил еще одну маточку, сейчас давайте посмотрим, есть она сеет, не сеет, облетелась. Здесь мы видим, что благодаря подкормке и какому-то еще взятку крайняя рамочка немножко есть с напрыском. Кормить, кормить надо. Более сильный отводок отстроил вощину полностью эту рамочку, и там основные рамки тоже достроены, их здесь шесть, вот здесь была тоже замена маточки, вернее, маточка не вернулась, подставлял, выводил вторую маточку, давайте посмотрим, есть она или нету. На этой рамочке я хочу, чтобы поднял вторую рамочку, и здесь я увидел пчелку с обножкой, значит, пчелы не несут обножку там, где, там, где некого кормить, сами они пыльцу не едят. Ну и уже на следующей рамке я увидел матку, плодная матка, вот, и там мы видим даже уже личинка с молочком, он, видите, кормит. Все нормально, метим, идем дальше. Ну, этот отводочек достаточно сильный, вот видите, здесь шесть рамок, да, и все шесть рамок новых, то есть, они сами себе все отстроили, принесли меда, конечно, он формировался из взрослой семьи, вот, вышел расплод, пчелы много, молодой, есть и летная пчела, вот, ну, единственное, что будем помогать сиропчикам, кормушкой, периодически будем подкармливать. Сейчас все, прохожу все отводки, я накрываю пленкой, вырезал новые пленочки, с запасом, так что, при одевании крышки, потому что крышки бывают неплотные, здесь они зажимают и не дают нападу, происходить нападу других пчел. Ну, вот, еще интересный случай, не смог найти матку, поставь контрольную, здесь я поставил рамочку с засевом, от F1, поэтому сейчас посмотрим на ней, есть ли маточники, маточники есть, значит матки не было, если просто рамка запечатана, то, значит, здесь маточка есть, поищем. Да, ну, как видите, версия подтвердилась, матки не было, тянутся маточники, свечевые, сейчас я выберу лучше маточник, оставлю, потому что и мне хотелось вывести в этом году еще маточку F2, посмотреть на цвет, посмотреть на ее движение, успеет, не успеет, но экспериментировать надо, свой опыт, это самый лучший опыт, вот, крайние маточники я уберу, те, которые более поздние, я оставлю. Отводочек я не бросаю, дал им сиропчику, как говорится, пчелка есть, как бы достаточно, здесь выведут маточку, не выведут, ну, посмотрим, есть время для того, чтобы даже ей облететься, ну, а расплодам с других семей мы можем помочь и перезимовать им, а проэкспериментировать, посмотреть, как, вот видите, как рыбушками машут, когда безматочная семья, вот, это первый признак, особенно для тех ребят, которые еще, ну, трудно определиться, не знают, есть матка, нет в семье, как правило, они вот так вот и гудят, шумят, шумят сильно, ну, вот в этом отводке, как мы видим, тоже матка, значит, не облетелась, не вернулась, ей был поставлен дополнительный маточник, вот, семья, так, условно, на четырех рамках, ну, давайте посмотрим, есть ли матка, если есть, она сеет, работает или нет. Второй признак о том, что матка есть в семье, это, конечно, строящаяся ващина, без маточной семьи, как правило, пчелы ващину не отстраивают, ну, вот, на второй рамке мы видим пчелку, опять же, с пыльцой, это второй признак, подтверждающий, что матка есть, и есть расплод, сейчас посмотрим, ну, здесь маточки нет, ну, здесь я увидел расплод, который уже кормится пчелками, поэтому, это тоже, как бы, радостная, радостная, прерадостная картина, вот видите, там молочко, закрывают они, да, поставил я им рамочку, вот эту вот, уже, сушинку, откачанную, сейчас они немножко успокоятся, добавлю кормушечку, отводочек послабей, но этот отводок, самостоятельно, уйдет в зиму, это я, примерно, уже знаю и понимаю, ну, вот в этом отводке, мне надо сейчас будет убрать, просто заставную, вот, проверить расплод, подкормить их, ну, и заниматься только, контролировать то, чтобы семья, нормально развивалась, если есть расплод, ребят снимать будут, заканчивать, потому что вот, напады начинаются, надо работать как можно быстрее, меняю такие вот рамочки, которые только-только, начинаю вот отстраивать, уже не построят они ее, это понятно, и вот ребята мне выручили, суши, Виктор помог, Стас, поэтому, спасибо им, вот, сейчас ящик все это сложу, поработав вот с первым рядочком, значит, что я хочу сказать, здесь нету двух маток, где тянут свящевые маточники, этой семьи тоже нету, вот, в остальных матки есть, и получается, что у нас 3, 6, 8, 12 семей, 10 маток есть, здесь матки есть, как и кардаман, от первого моего выхода, так и F1, то, что выводил, уже золотистых, вот, поэтому сейчас пойду по второму ряду, по третьему, по четвертому, и по всем остальным, работа будет вся идентичная, так что, всем до новых встреч, готовимся к зиме, наращиваем силу отводков августовских, и пишем комментарии, по первому, по четвертому, по четверту, оп배 да ну,